Мастерская Бека нам прислала из Самарканда фильм. У нее очень много работ, и он регулярно присылает на канал свои работы и делится своим мастерством. Вот так Бек выглядит, он сам работает руками, у него есть подсобники, которые с ним работают. И вот он показывает свою работу. Вот смотрите, вот калитка бетонная, представляете, замок как живая. А зачем мы его с дерева? Это с бетона делают. А вот такой вот забор, смотрите, и балки сверху деревянные, и закованные. И вот он фильм, как эту работу делает. Ассаламу алейкум, всем доброго времени суток. Вот у нас мастер Фарзот делает вот такой вот декоративный камень. Цоколек. Это беседка. Там вот стена, забор. Это уже сделано, уже красим потихоньку. Вот так мастерочком. Многие грунтуют поверхность, а мы не грунтуем. У нас раствор такой, чтобы прилипнуть на любую поверхность. Да, Фарзот? Да. Вот так мастерком. Раз, раз. Раз. Здесь усилия не надо. Сейчас вот второй камушек сделает. Раствор у нас два к одному. Цемент марки 400. Песочек у нас слабоватенький. В нем глины много, в песке. Вот раствор трескается. Это фибра. Фибра не добавляем. Это фиброволокно. Потому что Это надо в Ташкент ехать. А мы в Самарканде. И заказать тоже не получается. Ну, камни делаем. Трещины нам не страшны. Можно замыть. Вот так вот. Третий камушек сейчас сделает. Третий камушек уже поменьше. Вот и толщина у нас Сколько? Три с половиной, да, сантиметра? Почти четыре, да? И ничего не падает. Держится. Три камушка готова. Три камушка за три минуты. Скорость нет выключатся. Ну, ты включай скорость. Пятую включай. Потом, да? Здесь у нас уже покрашенный забор. У нас коровы здесь лазают. В горах находимся. В горах, естественно, вот такие вот горные коровы. Да? Это у нас мастер мастер Владимир. Мастер Бабай. Хе-хе-хе. Художник Бабай. Художник Мастер Бабай. Вот так вот. Вон, трещина у нас. Сама стена. Сам забор треснул. Ну, ничего. Ничего страшного. Мы на это внимание не обращаем. В беседке. Да. Камень, если отвалится, то вместе с забором. Декоративный камень. Вот вы увидели, как мастерская Бека делает заборы. Ну, вы видели там и скульптуры, и фонтаны есть у них, фильмы. Ну, тут очень интересный забор и оригинально решены углы. То есть, это брус, камень, прикованный металлом и вот такой вот интересный, цветной, яркий, сказочный забор. И главное, он технологичный, быстро делает его, и людям нравится, и заказчик думает, что платит им нормальные деньги. Смотрите, какая у них оригинальная тачка. Там какое-то колесо там с Жигуля или там с Москвича. То есть, на этой тачке можно что хочешь возить. Ну, вот, видно выход. Здесь кузнечные, будем, сделаны ворота, то есть, ну, и калитка, и заезд машин. А здесь, вот, обыкновенный, будем, коммерческий забор. То есть, простая штукатурка, ровненько, русами побита, а сверху такая ковка. И вот, великолепная калитка, обманка, с бетона сделана. Просто не отличишь. Представляете, человек будет тук-тук, откройте, а она с бетона. Или я не понимаю. Точно же с бетона. Мы же видели, что она была поштукатуренная. И вот, глядя, тоже камушки, бревнышки закованы, все просто вкусно. И покраска, вон, ну, а это уже другой забор, я подкинул его, ну, раньше его делал. Вот, смотрите, Чингачгук свой топорик оставил, там, войны, забетонировал его. А это тоже, уже в эти калитки. Давно вот этот бренд, ну, Бек использует в своих работах. То есть, вот ложные входы такие, камни, мечи, то есть, вот такая атрибутика. Ну, решил вам это показать, вот, еще второй забор в одном фильме. Вот такой вот тут старый забор из мраморных бутов. Здесь недалеко мраморный цех был когда-то. вот этот забор мы переделываем вот в такой. Вот. Четыре дня мы здесь делаем вот этот вот забор. Такая вот композиция. делаем в два слоя. в один слой у нас не получается. Потому что сыпется все. Приходится делать черновую, а потом уже чистовую. Вот форзот. Да ладно, оставь уже его. Сверху выпуклый камушек сделаешь какой-нибудь. Да? Как-то так. Как-то так. Нормально. Ходит. Красиво. Ха-ха. Ха-ха Ха-ха-ха. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...